всем привет сегодняшний ролик хотел посвятить про зарядки usb в уазе патриот скажем так на этапе покупки меня ждал только прикуриватель и вот в этом месте стоит обычная заглушечка просто такая крышечка и сейчас до багажника дойдем там стоит вторая розетка этого крайне мало и крайне недостаточно самое что интересное на этом прикуриватель и питание присутствует постоянно независимо от того что машина заглушена не заглушена сюда подается напряжение постоянно соответственно это даже больше не прикуриватель а если быть точнее розетка 12 вольт здесь же стоит просто заглушка и при покупке дилер мне хотел и предложил установить сразу сюда вот такой вот разветвлитель usb я отказался сейчас точно не вспомню по моему 2 800 услуга стоит подключить встать вставить сюда usb какие-нибудь зарядки вольтметра и так далее доехал поставил машину возле дома ну и как бы погуглил в интернете что на самом деле да как и как выяснилось на всех практически моделях у вас патриот присутствует вот вместе дело стоит заглушка встает фишка на три провода три провода и на прикуриватель у нас идет три провода если мы разберем прикуриватель то до боли знакомые как бы прикуриватели такие же примерно вот у меня были в москвиче озелка 2141 вот сейчас попробую найти в гараже но по внешнему виду вот один в один это розетка из багажника здесь вот которую устанавливается розетка она еще имеет третий провод а именно ну и третий контакт а именно подсветка вот здесь вот имеется возможность вот это вот место тут как бы с должна стоять третья фишка который приходит свет подсветка то есть когда мы подаем напряжение да вот мы сейчас включили замок зажигания первое положение у нас появилось напряжение на usb зарядки но здесь у нас ничего не произошло напряжение все равно здесь есть как только мы включ включаем на приборной панели первое положение габариты у нас имеет тускленькую тускленькую подсветочку это розетка в багажном отделении соответственно такого нету то есть она как бы есть и на ней присутствует также постоянно 12 вольт что касается вот этой установки соответственно облицовочная панель также по контуру вставляется в клипсы опять достаточно небольшого пластикового карточки даже элемента и можно спокойно отстегнуть всю эту панель панель отстегивается вся вместе с кармашком и у нас появляется доступ как раз таки вот к этой фишки трехконцовой вот почему три конца потому что минус плюс и подсветка подсветка сделана через мусс так соответственно на вот этой вот китайской розетки у него две фишки две фишки но расположены они друг напротив друга стоят не как здесь в развернутом виде а просто друг напротив друга а на фишке три конца нам нужно единственно прозвонить какой какой провод какой вывод контакт мама у нас будет давать напряжение постоянно при повернутом ключе многие подбирают специально usb зарядку так чтобы ничего не переделать и так далее многие просто выкусывают провода меняют их местами на самом деле все делается проще берется маленькая тверд это маленькая твердочка вытаскиваются контакты мамы из фишки меняются местами и устанавливаются уже в сам прикуриватель соответственно сейчас контакт на подсветку на муссовскую подсветку плюс который идет от муса на подсветку он у меня не задействовал то есть при повороте ключа у меня минус и плюс появляется на розетке но плюс от подсветки муса он сюда не приходит почему не стоит подвешивать usb розетку на мусс точнее на подсветку муса я думаю все уже понимают и знают то что проводка слабенькая что-то зарядить что-то вот использовать по назначению уже будет напряжно ну соответственно лишняя нагрузка на мусс лишняя нагрузка на контактную группу нам тоже не нужно поэтому в моем решении дабы сделать побольше розеток побольше скажем так для комфорта чтобы можно было заряжать спокойно два телефона там планшет и дополнительно там еще телефон еще что-то использую в такой вот в таком виде то есть соответственно сюда в постоянную розетку я втыкаю просто-напросто дополнительный удлинитель с выключателем то есть когда у меня машина заглушная могу спокойно оставить телефон подключить его до примеру вот как даже сейчас у меня сделано подключить его по кабелю вы спокойно заряжать при том что мне машина будет полностью заглушена задний ряд я тоже решил как бы не оставлять без внимания поэтому проводка по туннелю от как раз нашего первого usb идет в разрез на вторую usb который у нас располагается здесь соответственно берем перо коробе вот эти вот места они не задействованы не используются то есть это пустая площадь это пустая площадь находится как раз за кармашками за всеми вытаскиваем поддон и у нас свободный доступ как раз таки к стенке высверливаем бросаем провод от одного usb до другого просадки в принципе по зарядкам особой нету ампераж держит спокойно заряжается что на спереди телефон что спокойно заряжается сзади телефон опять же удобно особо переделав никаких в конструкции я не вносил все используется штатные нагрузки на проводку особой нет и последняя розетка в машине которую у меня есть это багажная розетка тоже куплена ездил я за ними на митинский рынок за одной а за второй на ярмарке брал на автомобильный в колонне цена у них небольшая вот это по моему 300 рублей стоит спереди вот эти usb розетки стоит по 500 рублей вот на алиэкспрессе можно достаточно еще дешевле купить все меняется очень удобно скрывается щиток и вот он дост почему вообще решил поменять вот эту заднюю принципе она ничем не мешала пластик здесь очень тонкий вот в этих местах и когда что-то втыкаешь в нее и вытаскиваешь вот эти стандартные они просто выскакивают из пластика а это на винтовом соединении соответственно сзади нее стоит гайка здоровая вот все прижимается все очень аккуратно очень удобно по подключению вот единственная разница то что на уазовской они стоят развернуты до один контакт так другой контакта она всех китайских они стоят в одном положении так и с другой стороны параллельно но вот в такую фишку входят контакты мамы соответственно грубо говоря вот так у нас все это дело выглядит вставлено вытаскивается аккуратно мамы накидывается на новые клеммы и все у нас три аккуратные usb розетки при использовании ничего не выпадает ничего не вываливается в общем вот такой небольшой небольшая доработка для более удобного использования вот так вот Sangat